Они же берут все дешево пенсионеров. Гречку дешевую всю забрали, потом пшено дешевое, овсянку дешевую. Какая же тут выручка. И смотришь на них, сердце кровью обливается, жалко. Остаться без продуктов первой необходимости, видимо, боятся не только пожилые люди. Сегодня с самого утра в крупных продуктовых магазинах Казани очереди растянулись на десятки метров. Жители города скупают продукты, которые долго не портятся. Гречку, рис, макароны, соль и сахар. Ну вот сейчас я зашла в магазин, смотрю, в прилавке где-то там крупы, пустые прилавки уже. Ну как всегда, коронавирусы боятся. Ну раз по телевизору не все говорят, вот там в том городе, в этом городе и там и тут, вот поэтому так и получается. Судя по пустым полкам, особым спросом пользуются в основном товары нижней ценовой категории. Более дорогие сорта гречки, муки и макарон все еще на прилавках. Обеспокоены происходящим и экономисты. По мнению экспертов, это искусственный ажиотаж. Но он может привести к серьезным последствиям, росту цен и спекуляциям недобросовестных предпринимателей. Когда вдруг возникает спрос на какие-то товары, понятно, они могут подорожать. Но сейчас ситуация чрезвычайная, поэтому контроль за сохранением стабильных цен будет наверняка осуществляться очень жесткий. В Министерстве сельского хозяйства о том, что полки в магазинах пустеют, в курсе. И сегодня там заявили, нажиться на панике не получится. Ведь федеральная антимонопольная служба постоянно мониторит цены на продукты. А их в Татарстане хватит на всех, уверяют чиновники. В республике расположен крупный логистический центр и перебоев со снабжением магазинов не предвидится. В Министерстве сельхозе уверены, что повышенный ажиотаж продлится не более двух недель. Ситуация придет в норму, как только покупатели успокоятся. Проб не запасайте. Нет. А зачем? Червяков кормить. Ничего не надо. Вот я взяла все необходимое себе. И хватит. Чего паниковать-то? Не то пережили. Так что я думаю, все нормально будет. Нам кофе есть, а я радуюсь. Да, да. Все хорошо.